В Тарорусском районе идет поисковая операция на месте падения советского бомбардировщика времен Великой Отечественной войны. Его обломки были найдены в болоте возле деревни Шубино. Людмила Александрова наблюдала за подъемом боевой машины. Не бывает непреодолимых путей, когда едешь на крыше там. Прините в ремне безопасности. Проход и километры бездорожья впереди. Советский бомбардировщик упал в лесу под деревней Шубино. Кругом непроходимая топь. Доехать можно разве что на таком вездеходе. На месте падения самолета работает бригада поисковиков. По величине воронки руководитель отряда «Находка» сразу определяет. Машина была до 20 метров в длину, а удар о землю резкий и беспощадный. Все три ямы, которые образует обычно пешка при падении, один двигатель, второй двигатель и центральная часть, они все в одну линию. То есть он целый, коснулся земли практически вертикально. Обнаружил обломки житель Шубино. Охотника в прошлом лесник Алексей сразу понял, что перед ним остатки самолета. Но побывал здесь он не первый. От носовой части бомбардировщика не осталось даже осколков. Местные успели растащить на металлолом. Зачем? Ну-ка отсюда тащить. На металловом стоить этого не будет. Тем более Костя нашел. Уже как-то по совести никак. Останки стрелка-радиста обнаружены в метре от воронки. Личность пока не установлена. За почти неделю поисковики нашли целую гору обломков. Лючки, элементы двигателя, части пристяжной системы. Предположительное время падения самолета февраль. А это значит замерзший грунт, о который машина ударяется словно об камень. И рассыпается на сотни мелких деталей. Вот это вот магазин. Видите, патроны еще остались, недостреленные. Вот пулемет Ашкац. У него на вооружении еще был пулемет Березина. Вот это лента с патронами крупнокалиберного пулемета 12,7 мм. Каждые несколько минут из болота появляется новый элемент. Очищают от грязи их специальным шлангом или просто моют в луже. Предположения поисковиков о происхождении самолета продолжают подтверждаться. Команда находит деталь с советским символом. Кусок звезды. На обшивке был нарисован. На обшивке опознавательный знак. На немецких был крест. На наших были звезды. Вот это вот, видите, на темном фоне звезда. Рядом на дереве висит табличка. На ней часть номера самолета. Но этого все равно мало. Чтобы подтвердить все гипотезы, нужен номер двигателя. А тот все еще глубоко в земле. Но зато из болота торчит лопасть винта. Деталь увязла хорошо. На помощь приходит тяжелая артиллерия. С третьей попытки агрегат вытащили. Заветные цифры вот-вот покажутся. Осталось сдуть последние пылинки. Есть, Миша. Номер есть. Вот на торце вала выбит номер. Видится он нам не иначе, как 222-227. Поисковики сверяются с базой. Действительно, 27 февраля 1943 года они вернулись два бомбардировщика Пе-2. Номер двигателя одного из них совпадает с этими цифрами. Теперь можно будет установить личность летчиков и узнать их судьбу. Но это после. Сейчас команда возвращается на свое рабочее место. Освобождать из земельных недр остатки советской боевой техники. Из Старорусского района Людмила Александрова, Андрей Константинов. Новости Новгородское областное телевидение.